Я здесь, в России, чтобы помочь русским с небольшой лекции про этику. Начнем с целью и задачей, которые идут к этике. Дефиниция этики — это рациональное поведение достигнуть наивысшего уровня выживания. Рациональность, которая являлась бы причиной наивысшего уровня выживания. Как, к примеру, скажем, у вас есть два подростка — мальчик и девушка, и они восхищенные между собой и начинают общение, и реальность становится все больше и больше. Также афинити становится больше, и они говорят, «Я люблю тебя и хочу любить вечно». Рациональность с целью наивысшего уровня выживания. Они хотят быть вместе навсегда. Ихняя афинити очень высокая. Они имеют цели и задачи, которые равняются этикой. И каким образом эта пара, которая так близка и желает выживать так долго вместе, и имеет высокие рассуждения, высокие задачи и цели, и каким образом они доходят до ненависти друг к другу? Они больше не желают жить, больше не желают общаться между собой. И это называется состояние, когда они шли с высокого этического состояния вниз до замешательства. В замешательство там нет продукта, ничего не происходит, нет потока энергии. Нет общения и реальности. Там просто ничего не происходит. И персона думает, «Как же здесь я оказался?» И почему ничего не происходит сейчас, если у нас в одно время была потрясающая любовь и понимание, огромная оро и близость. Теперь это все находится здесь, внизу. Там есть разные этапы, как они доходили до этого. Врагом являются те вещи, которые действуют против рациональности наивысшего уровня выживания, противостремления к цели, настоящей близости и этике. и враги — это вещи, объекты, люди и группы, которые стремились оспаривать и идти против цели. И какова была первоначальная цель — любить друг друга вечно, иметь детей, жить вместе. Но теперь врагом является, когда тот или иной имел в намерении против первоначальной цели. Теперь ее парень начал знакомство с другой девушкой, и его первая девушка ничего не знала об этом, потому что у него был висхолд. Он имел противоположные цели, которые являются контрнамерениями, или которые идут против первоначальными целями группы. И это является врагами. Формула врага — это выяснить, кто ты на самом деле. И если вы посмотрите, этика — это рациональность, достигнут наивысшего уровня выживания. И цели задачи — это две вещи во Вселенной, которые идут вместе очень хорошо. Но в врага вы ищете противодействие к цели. Поэтому теперь он, вместо того, чтобы быть вместе навсегда, теперь с другой девушкой, и он создает висхолд. И потом общение уходит вниз, реальность уходит вниз, и афинити ухудшается. Если до того он звонил пять раз в день, теперь он звонит каждый другой день, общение ушло вниз, и потом они начинают осознавать это, и бороться друг с другом. И следующая вещь — и это уходит вниз до предательства. И в предательстве вы находитесь в том положении, где вы вообще не носите шляпу. Он даже не является ее парнем больше, который желал бы жить на этом высоком этическом уровне. теперь вы находитесь в том положении, где вы не носите шляпу вообще. Он не является ее парнем даже больше. И следующее — он заканчивает, если ничего не меняется, с большей овертами, в этот шар массы. И эта вещь называется замешательством, где нет никаких потоков, никаких продуктов не производится. И ему действительно нужно найти, где он на самом деле находится. Хаббард говорил, «Вы делаете ориентации в состоянии измены, и вы сравниваете, где вы находитесь в настоящее время и где вы находились в прошлом». И я использовал этот метод для штатных сотрудников. Они говорили, что хочет сделать ориентацию на сотрудников. И я сказал, «Хорошо, сравни, где ты находишься сейчас, смотри на стены и на это помещение, и сравни это с другим местом, где ты находился до того, раньше». Это все хорошо, но когда вы находитесь в замешательстве, ваш мозг не думает так чисто. Когда я думаю, «А, я здесь, я там, и это все решено». Это похоже, как более ранний период в прошлом, когда там были похожие аберрации или похожие замешательства. Вы на самом деле хотите от прямой линии настоящего времени ввести в прошлое, где было замешательство или были ранние замешательства. И потом вы можете сравнивать. Есть аксиома, когда Тетан решает проблему, сравнивая данные разделов в похожие величины. Допустим, теперь вы смотрите в настоящее время. Хорошо, вы находитесь в замешательстве в настоящее время. Теперь вы сравниваете более ранний период, где вы были, с похожим замешательством. И сравняя эти вещи, вы теперь являетесь аналитическим, вместо того, чтобы быть забитым в замешательстве. Вы на самом деле берете это замешательство, и вот здесь у вас находится еще одно замешательство, и вы сравниваете это время с этой временем. И теперь здесь находится Тетан, смотря и сравнивая. На самом деле только смотря. И эти две разные времена, он на самом деле их конфронтирует. и это то, как вы выходите из замешательства, сравнивая данные похожей величины. И теперь ваши аналитические процессы могут взять контроль над себя, вместо того, реагируя. Допустим, А равняется А в это время, равняется в другое время, равняется в другое время и в другое время. И все то же самое, и все же в замешательстве. Теперь вы выравниваете свое замешательство, сравнивая это время с другим временем. Теперь вы можете посмотреть и конфронтировать. До того, когда вы были в замешательстве, вы даже на это не могли посмотреть, потому что вы были слишком глубоко в этом. Теперь, после ориентации и сравнивая вещи в окружающей среде, только тогда вы можете подняться до замешательства. И теперь вы должны вернуться обратно в свою шляпу, потому что вы не являетесь больше ее мужем, вы не являетесь больше почтальоном, какое бы сообщение вы ни отправляли, вы больше не являетесь этой персоной в предательстве. Вы должны обратно поставить свою шляпу, потому что я являюсь парнем Салли. Хорошо? Это моя шляпа, это чем я на самом деле являюсь. И когда вы смотрите на врага, какая была задача быть вместе с Салли? У него были замечательные отношения, они могли быть вместе навсегда, и у нас были эти высокие цели выживания, общение высокого уровня, высокое понимание и другие вещи. И тогда вы доходите до помехи. Что была первая вещь, которую вы сделали, которая на самом деле сбила вас от группы, от девочки в помехе? Помеха. это говорит о том, что нужно нанести эффективный удар по врагам группы, враги. Это ключевое слово, дефиниция находится в административном словаре. дефиниция врагов это нанести эффективный удар по врагам. И что является врагами? Врагами являются те вещи, группы, люди, объекты, наркотики и прочие вещи, которые меняют первоначальную задачу, первоначальную задачу, которая является наивысшим уровнем этики. и персона, он заключил договор, у кого были противоположные намерения к его группе, это значит, что он наносит эффективный удар по врагам группы, которые притворялись быть счастью, несмотря на личную опасность. Поэтому вы не должны думать про себя, вы должны думать про высший уровень, высший этический уровень, потому что когда у вас есть помеха, вы на самом деле инвалид группы. Помеха это как инвалид, как допустим в бегающей команде. Когда вы хромаете, у вас помеха, потому что вы не можете держаться вместе с остальной группой. Когда ты находишься в отношениях с парнем или девушкой, и у тебя есть помеха, ты не можешь его догнать, ты не можешь общаться с ним. И реальность уходит вниз, и аффинити уходит вниз, поэтому вы наносите эффективный удар по врагам группы, которые притворяются быть счастью, несмотря на личную опасность, и тогда вы можете начинать возвращаться в жизнь обратно. Знаете, может быть, это был его первый раз, и он делал некорректно несуществование. Я помню, в ранние дни это было как найти линии коммуникации. О, я являюсь новым регистратором. И это все. И это была формула несуществования. И потом Элрон Хаббард вышел с расширенной формулой несуществования, где вы действительно должны, как, к примеру, этот парень. Хорошо, мы сейчас поженимся. Теперь я должен поговорить с твоим дедушкой, с твоим отцом, с твоей матерью. И мы сделаем договора. И вы ставьте шляпу со всеми людьми, которые окружают вас, и находятся в среде вашем. И потом вы выходите из несуществования. Но ключевыми вещами являются задачи и цели, две вещи, которые являются древними физически вселенной. И это равняется этикой. Если у вас есть этика, вы являетесь самим собой. Вы тэтан, находясь в вейланте, персона, которая не в вейланте, она не в этике, и потому она находится в ниже состоянии. Так чего эти все состояния этики значат? Это что-то похоже, как прийти назад в самого себя, к целям и задачам. и вы вернулись в этику назад. Это моя лекция для сегодня. Да, я желаю задать небольшой вопрос вам. Хорошо, теперь вы можете задавать вопросы мне. динамикой 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 и в седьмой динамикой. Хорошо, разрешите мне пройти через это и объяснить вам. Селф-детерминизм — это единственное определение времени и пространства вокруг динамикам. Я дам вам пример. Возьмем к примеру шестую динамику. Материя, энергия, пространство и время. Скажем, у вас есть машина. Да. Что произойдет, если вы оставите вашу машину на шоссе и вы не будете на ней ехать примерно год? Мои способности уйдут вниз, замедлиться. Да. Но что будет с машиной теперь на шестой динамике? Что случится с ней? Машина, возможно, она будет немного повреждена. Что насчет аккумулятора? Да, аккумулятор будет разрежен. Что насчет колес, если ты ничего не делаешь с машиной вообще? Я думаю, что машина будет деградирована. Возьмите здесь дефиниция по поводу врага. Да, хорошо. Хорошо, дефиниция. Вещи, группы, другие детерминизмы, которые оспаривали или хотели остановить или отказывались выполнять основную задачу, становятся врагами или противостоящими. Значит, тот парень в помехе уходил с другой девушкой. Он оспаривал оригинальные задачи, когда он был здесь, и теперь он внизу в помехе, теперь он опускается, где не существует его задачи. теперь врагом он перестает носить шляпу, и происходит предательство. Потом он опускается внизу, где все равняется чему-то другим, и это большой шар замешательства. Он больше не думает. потом, если вы заметили, в самом верху есть тета, натуральное мышление тетана, высокие цели, задачи, и очень правильные мысли. Внизу здесь это очень грубо и некрасиво. Он внизу здесь, в тайне, где он застрял, и он приклеен с его клеем. Он не может себя отделить от своего ума. Скажите, и какой еще был вопрос вам? Да, мой вопрос был, как улучшить этику по пятой, шестой и по седьмой динамикам. Хорошо. В селф-детерминизме вы должны иметь способность менять, налаживать пространство по динамикам. К примеру, у вас есть машина. Вы заполируете машину. Вы проверяете давление в колесах. Вы ездите с ней каждый день. Вы пылесосите ковры. Меняйте, меняйте, меняйте. Чем больше времени в чего-то вставляете, чем больше времени он обладает, чем меньше времени вы в чего-то вставляете, чем меньше времени он обладает. В этике вы на самом деле должны создавать. Тетан создает динамики, перемены. В пятой динамике, допустим, у вас есть дом, у вас есть стены, где краска утекает, и кто-то, допустим, курит, и стены становятся коричневыми, и пол становится грязным, и мусор изделок рук. Ничего не происходит, никаких перемен, но, скажем, если есть персона, у которой есть этика, он приходит сюда и смотрит, здесь все так воняет, хорошо, он собирает пол, выбрасывает мусор, чистит и покрасит стены, меняет, меняет, меняет. И потом, следующая персона приходит в комнату и говорит, парень, это тета-пространство, происходит улучшение, да? Да, теперь он обладает этикой, потому что его задачи и цели для комнаты это не та место, где кто-то может курить, пить алкоголь и так далее, и мусорить вокруг. Теперь это красивые места, которые могут использоваться для чего-то. Хорошо, теперь возьмем седьмую динамику. В седьмой динамике у вас есть эстетика, музыка, красивые вещи, тета-мыслик другими существами, восхищение. Допустим, если вы не практикуете эти вещи в своей жизни с другими тетанами, ваша ро, ваш треугольник на ваши динамики будет уменьшаться. Если вы не выделяете внимание на одну динамику, это автоматически влияет на все остальные динамики. В седьмой динамике вы должны практиковать восхищение, внешность, восхищение красотой. И те вещи, которые тетан на самом деле может делать, он может решить делать эти вещи и выделять внимание и время в музыку и другие вещи. И потом вы идете вниз в первую динамику. И здесь одна интересная вещь в расширенной динамике. Элрон Хаббард проводил множество КАЭС направления кейс-супервизирования. Одно из них он делал кейс-супервизирования обмен и состояние динамик. Это процесс. Он говорил, КЛИР по первой динамике является Духом. Тело КЛИРа является Пятой. Представьте, вы ставите свое тело на Пятую динамику. Первая динамика это ТЭТАН или Дух. Значит, ТЭТАН создает перемены тела на Пятую динамику. Перемены, перемены, перемены. Ходить, гулять корректно, витамины, чистить зубы, чистить рот, комбинировать волосы, убедиться, что нет грязных штанов. Вы создаете перемены и вы выглядите уверенным в Пятой динамике, потому что ТЭТАН не является телом. это сэлф-детерминизм это является переменами, это сэлф-детерминизм или самоопределение, и самоопределение это и есть этика, потому что у тебя есть цели и задачи на каждой динамике. И потом вы можете взять восьмую динамику, так же само. Хорошая дефиниция, может быть, вы не знаете, как ее использовать, но мы можем посмотреть на дефиницию восьмой динамики в админсловаре. Но это то же самое, вы можете выделять внимание и создавать перемены. И когда ты имеешь эти высокие цели в каждой динамике, у тебя есть этика, и этика это выживание, и ТЭТАН достигает через динамики и создает время и пространство. И выживание по всем динамикам. К примеру, вы не выживаете по одной динамике только. У вас есть все динамики, с которыми вы должны иметь дело. Хорошо, спасибо вам большое. Добро пожаловать в хорошие концепции. Очень ясно было. ДИНАМИИ Продолжение следует...